друзья на канале омск здесь мы продолжаем говорить с вами об истории изобразительного искусства и сегодня мы продолжим разговор о скульптуре на прошлой нашей встречи мы остановились на том что сказал роден что скульпторы прошлого действительно велики но нужно двигаться куда-то но куда и если говорить об этих сложностях то мы посмотрим как они разрешились в колыбели современного искусства в париже скульпторы и художники парижской школы на долгое года определили вектор развития искусства пожалуй они повлияли на весь 20 век ох уж это парижская школа именно там в париже жил удивительный скульптор константин бронкузи или бронкуши как его звали когда-то что это такое это поцелуй и у нас есть еще один поцелуй поцелуй родена что отличает эти две скульптуры что происходит на самом деле константин бронкуши был учеником родена роден был настолько значительной фигурой несмотря на всю ту критику которой он был подвержен тем не менее ни у кого не было сомнения что роден супер фигура изобразительного искусства не только франции но и всей европы константин бракуши учился о гюста родена и произнеся следующую фразу под большим деревом ничего не вырастет покидает своего учителя что делает константин бронкуши он разворачивает историю скульптуры от подражания классики от подражания античности совершенно в другую сторону удивительная очень эмоциональная очень мощная как будто из далекой древности образ слившихся в поцелуи двух людей вот как говорит константин бронкуши величайшее счастье это соприкосновение нашей сути сутью вечности и константин бронкуши заглядывает дальше дальше того времени когда появился эталон античной скульптуры он смотрит дальше классической греции что это за время это время появления греческой цивилизации это критомикенская культура которая демонстрирует нам невероятные по силе и мощи образцы скульптуры вы только посмотрите при своей простоте и антианатомичности этот персонаж просто завораживает он очень взволновал иосифа бродского мне кажется что бродского можно читать по всем поводам все что мы звали личным что копили греша время считая лишним как прибой с голыша стачивает то лаской то посредством лица чтобы кончить цикл адской вещью без черт лица на самом деле бродский заблуждался черты лица у этой фигуры были но они были нарисованы однако даже стертые временем и неуемными коллекционерами краски все равно дают нам представление о мощи этой потрясающей вещи и такие клады мы будем считать веками так удобно мы живем в двадцать первом веке а это двадцать седьмой век до нашей эры вот это пространство это просто невероятно константин бронкузи обращается именно к этим образом предельная простота архаика сила мощь и если говорить о константине бронкузи до самого конца своей жизни а прожил он очень большую жизнь он всегда обращался к прошлому и удивительным образом это прошлое отзывается в нас и сегодня это знаменитая легендарная птица из румынского фольклора так себе он представляет ее как будто исстаивающие воздухе и именно этот образ именно этот сюжет был использован для дизайна игровой приславки и это конечно невероятная связь времен вот как выглядела мастерская константина бронку же вы можете посмотреть на вот эту вещь какую-то странную конструкцию сложной формы на самом деле здесь он обращается к традиционному способу изготовления балясин для деревянных лестниц вот как они выглядят эта мастерская константина бронку же она наполнена хаотично расставленными скульптурами а в его исполнении самые разные материалы но в общем и в целом что мы видим первородную мощь и силу как будто бронку же взывает к образам своих предков это дорога назад нужно сказать что дети тонкие ценители изобразительного искусства и сегодня очень интересуются наследием великого мастера но не все смотрели прошлое многие смотрели вперед и в начале 20 века сила тяжести по искусству как говорили некоторые деятели русского авангарда перемещается в россию это владимир евграф и читатель здесь он в образе слепого бандуриста вообще-то видел он отлично но в образе слепого бандуриста он отправляется на гастроли во франции говорят что там даже был мастерской пикассо он то и будет одним из могучейших реформаторов не только скульптуры но и даже повседневной одежды и архитектуры на выставке последней футуристической выставке 010 на которой был выставлен легендарный черный квадрат малевича татлин выставляет фантастическую по силе своей скульптуру что это такое дело в том что скульптура эта вещь статичная это нечто что всегда неизменно нет вы конечно можете обойти ее по кругу это действительно так но она останется неизменной татлин натягивают а из одного из от одной стены к другой стальные тросы и на них укрепляет вот другие экспонаты этой выставки и на них укрепляет разные предметы это было невероятное решение он покидает с одной стороны пределы пространства с другой стороны делают скульптуру мобильный многие говорят но она же некрасиво но красоте в скульптуре можно было не думать после классицизма там было слишком много красиво теперь нужно делать интересное непонятное и очень продвинутые вот как выглядели эти конструкции угловой контр рельеф что-то в нем есть промышленное могучие ничего удивительного люди в это время говорили о том что о прошлом нужно забыть нужно смотреть вперед и вверх стремится к прогрессу а лучше за пределы земли и скоро скоро как говорил казимир семеринович малевич мы будем жить на орбите вот об этом-то и думал татлин когда делал эти вещи у него был еще один последователь этих идей это и лисицкий потрясающий архитектор удивительный совершенно полиграфический дизайнер и один из подвижников казимир северина чемалевича что мы с вами видим подвижную скульптуру которая может изменяться в пространстве это было настоящим прорывом если говорить о деятелях русского авангарда то они были беспрецедентно поддержаны советской властью в масштабах всей истории изобразительного искусства я не знаю такого случая чтобы правительство в течение такого длительного времени так поддерживала художников которые творили на благо этого правительства а вот в русском авангарде было именно так идеи русского авангарда а разрушение всего что существует идеально совпадали с целями нового правительства во главе с владимиром ильичом лениным идея разрушить все до основания построить что-то новое сначала оказавшись живописном пространстве перемастилась и на улице городов нет разрушить все не удавалось некоторые вещи и не были подвержены разрушению а и это просто был невозможно технически а некоторые более эффектно выглядели если их поместить вот в такое заключение и вот как был оформлен памятник александру третьему он находился как будто бы в клетке это было гораздо более сильное впечатление чем если просто это был бы пустой постамент а рядом с ним вы видите что-то подвижное энергично и индустриальное промышленное это и есть скульптуры которые во многом определяли облик новых советских городов а дальше произошло следующее новому советскому человеку была нужна новая одежда она должна быть предельно проста потому что это было время тотального дефицита она должна была быть настолько проста чтобы вы могли бы изготовить ее сами ткань которую бы вы использовали для нее должна быть любая подходящая она должна быть универсального размера и могли бы носить и мужчины и женщины этот так называемая рациональ одежда и именно этими вещами занимается татлин у советской власти были было множество запросов кроме того чтобы оформлять улицу нужно было просто одеть и накормить людей кроме всего прочего новый быт требовал совершенно новой организации пространства квартиры в это время говорят о том что дом эта машина для жизни все должно быть там предельно функционально вот как говорили в это время не к старому не к новому а к нужному и это стул дизайна татлина вы мне скажете да мы видели такие стулья в огромном количестве ну да конечно именно этими вещами будет заниматься направление о котором мы будем говорить несколько позднее когда будем обсуждать историю архитектуры интернациональный стиль на западе а в россии это конструктивизм посмотрим как развиваются события дальше большому сожалению все эти авангардные практики были прерваны в тридцатых годах есть книга который называется авангард остановлены на бегу пожалуй это самое верное определение того что произошло процессы отказа от авангардных практик в живописи скульптуре архитектуре в оформлении городской среды они наблюдались уже после смерти владимир ильича ленина однако жестко закреплены были постановлением политбюро цк вкпб от 23 апреля тридцать второго года о перестройке литературно-художественных организаций что это означало это означало рождение направление в искусстве которое вам хорошо известно соц реализм два вождя после дождя ленин в октябре и так далее и так далее и так далее все эти пионеры в парке и прочее прочее посмотрим что происходило в скульптуре это удивительная русская женщина скульптор вера мухина а невероятной силы потрясающей мощи скульптор и она была исключительного происхождения крайне благородного и получила образование во франции там она училась у скульптора эмиля антуана бурделя он говорил о том что скульптура должна быть мощной и предельной простой именно эти задачи мощи силы величия могучести образа были востребованы советской властью после 30-х годов и вера мухина становится пожалуй главным скульптором советской власти она вам хорошо известно видите мы в мастерской веры мухиной и вы видите знаменитых рабочего и колхозницу они явились перед изумленным взором посетителей всемирной выставки в париже 1937 года эти могучие потрясающие советские гиганты настолько впечатлили а французов что они просили чтобы им оставили эту скульптуру но мы ее разобрали и вернули на территорию рсс впечатление произведена этой работы в париже говорит вера мухина дала мне все что может пожелать художник действительно это было невероятно вот как говорили про нее французы ваша скульптура ударила нас французских художников как обухом по голове мы иногда целыми вечерами говорим о ней что здесь есть здесь есть отсылка классическим образом без всякого сомнения вера мухина вдохновлялась этой скульптурной группой тирана убийц гармодия и арестогеттона но ничего удивительного этот образ подходил и с точки зрения идеологической и с точки зрения отсылки к строгим не требующим каких-то дополнительных интерпретаций образом которые были распространены в соц реализме к большому сожалению многие из тех кто участвовал в подготовке русского советского павильона всемирной выставки 1937 года были репрессированы почему потому что павильон фашистской германии был значительно выше однако если бы вы выходили из павильона фашистской германии и были бы посетили выставки 1937 года правильнее говорить нацистской германии то произошло бы следующее у вас было ощущение что два могучих советских гиганта как будто входят в этот павильон но большому сожалению это не спасло организаторов советского павильона 1937 года дальше идея идеализации образа а отсылки классической скульптуре будет долгие годы существовать но на территории всего советского союза практически до постперестроечного времени и отсылка классическому образу обращение как будто бы назад к античности не коснулась искусства запада однажды взяв стратегию на радикальные авангардные перемены западное искусство этой стратегии будет придерживаться и до сегодняшнего дня нужно сказать что практике русского авангарда невероятно волновали иностранцев это так называемая дада ярмарка мы поговорим сейчас с вами о дадаизме и посмотреть о чем они говорят искусство умерло да здравствует новая машинная искусство татлина татлина они прямо таки почитали и вот удивительный калаш рауля хаусмана называется татлин живет дома и мы видим какую-то необычайную машинерию и это отсылка к человеку машине а если говорить о татлине он сделал еще невероятную вещь он сделал летательный аппарат который бы управлялся только силой мышц он назывался ли татлин ну так вот вернемся к западному искусству это дадаисты дадаисты стартовали во время первой мировой войны это было время потрясающего слома это было время разрушения фактически европейской цивилизации и поэтому идея обращения классическому искусству который европейскую цивилизацию не спасло она казалась глубоко порочной и ненужной и поэтому появляются вот такие вещи больше нет выверенности больше нет красоты больше нет смысла какое-то невероятное сочетание а анатомических вещей и машинных объектов какие-то очень трудные для понимания решения с точки зрения идей что здесь происходит это механическая голова это дух нашего времени она наполнена самыми разными вещами самыми разными предметами вот это и есть настроение дадаистов они были так впечатлены событиями первой мировой что решили что искусство больше не будет прежним они пели странные песни танцевали странные танцы писали очень непонятные стихи и делали невероятное искусство прочь ручная работа вот микеланджело он стучал по своей пьете с помощью резца из мрамора освобождал образ который отсылает нас к идеальному прекрасному человеку здесь происходит совершенно иное категории все те же самые возвышенные бог однако предметы из которых этот образ появляется найдены иногда просто на улице кроме всего прочего то что вы видите это что написано совершенно не совпадает нашем сознании в это время искусство претерпевает катастрофические разрушения как весь европейский мир вот как говорит главный идеолог дадаизма марсель дюшан первым было велосипедное колесо которое я просто поместил на табурет наблюдал как она вращается что здесь есть это казалось бы скульптура но он не делал ее сам он не задумывался над ней как задумывался микеланджело над своими образами он просто нашел эти предметы как будто бы случайно скомпоновал их в этот образ он вращает скульптуру они сам вращаются вокруг нее он разрушает абсолютно все основания традиционные представления об искусстве он покупает какие-то предметы в магазинах для того чтобы придать им авторское значение авторскую силу он наносит на них какие-то тексты иногда эти тексты в наносит не сам а просит сделать это свою сестру уничтожая таким образом а роль суть и силу автора марсель дюшан отчаянный человек обратите внимание на этот держатель для бутылок это совершенно промышленная вещь кстати марсель дюшан делает повторы если вы обратите внимание на нижнюю часть этого держателя для бутылок вы увидите что здесь есть дробь 7 восьмых что это значит мы имеем дело с вами седьмым держателем а он сделал серию из восьми штук то есть то что являлось сутью искусство творение здесь и сейчас без повторов точно так же как и все что предшествовало как и все предыдущие разрушается дадаистами пределом а пожалуй дадаистической мысли является вот эта вещь это писсуар который марсель дюшан купил в обычном магазине сан фаянса и этот писсуар был присвоен им себе более того он подписывает его как обычно художник подписывает работу но подписывать не собственным именем он пишет слово армут армут означает не то чтобы большой интеллектуал и выставляет его на выставке причем выставком этой выставки сказал что мы будем принимать все работы интересно что марсель дюшан похоже входил выставком этой выставки и когда эта работа перед изумленным зрителям предстала не скале ну нет что это такое это что-то невероятно вот с этого момента тогда писсуар марселя дюшана появляется в пространстве искусства в искусстве происходит нечто невероятное после этого мир больше не будет прежним трагедия писсуара марселя дюшана в следующем на самом деле он сделал очень много очень интересных вещей однако именно этот писсуар причем последнее время говорят что это не его рук дело стал одной из самых значимых вещей в его творчестве мне кажется что марсель дюшан отчаянно грустил по этому поводу есть большие подозрения что к изготовлению писсуара покупки его имела отношение вот эта прекрасная дама эльза плёс та самая которая делала бога из какого-то обрезка трубы что делает марсель дюшан дальше он продолжает разрушать основание изобразительного искусства мы уже говорили о том что скульптура это нечто неподвижное однако марсель делает вращающуюся скульптуру более того у нее сменные цветные пластины то есть эта скульптура может меняться это конечно было невероятным зрелищем это было что-то потрясающее марсель дюшан потом уедет в америку и когда произойдет ретроспектива работ марселя дюшана это очень сильно повлияет на одно из направлений в искусстве который называется по парт художники по парта точно так же как и марсель дюшан превращают в произведение искусства абсолютно все что они видят в поле зрения абсолютно все что является предметами массового производства например энди ворхол и его знаменитый суп кэмпбелл более того продолжение линии марселя дюшана с писсуаром явилась некоторое время назад это итальянский художник маурицио котелан он сделал действующую модель фактически это действующая инсталляция я бы сказала что это сан фаянс нет это сан ювелирные изделия это работа была помещена в одно в один из музеев в одной из выставочных пространств и украдена некоторое время назад когда сказали что маурицио котелан возможно мог иметь отношение к краже для того чтобы добавить популярности этой вещи он был ужасно оскорблен ее действительно украдет и она не найдена это чистое золото не удивлюсь а дальше дадаисты которые разрушат все что можно в искусстве вольются в удивительное течение которое понимая что абсолютно все в окружающем пространстве уже использовано в качестве источника вдохновения обратятся не наружу а вовнутрь себя и это сюрреалисты это макс эрнст и его супруга тоже художница сюрреалистка доротея танин эрст они играют в шахматы но посмотрите какие-то шахматы это тоже скульптура это нечто необычное сюрреалисты благодаря фрейду понимает что внутри нас есть целая вселенная выпустить ее не так то и просто нужно практиковать что-то специально специальное дыхание специальную бессонницу специальные книги и прочее прочее и вот тогда тогда это бессознательное вырвется из вас и продемонстрирует себя во всей мощи и силы что такое сюрреализм это что-то чего на свете быть не может что-то что посылает вас в разум в какой-то непонятный путь где вас ждут невероятное открытие часто сюрреализм используют стратегию столкновения каких-то привычных для нас понятий что мы здесь видим утюг предназначен для чего для разглаживания но здесь утюг совершенно иной или рене магрит которого больше знают как живописца сделал вот такую вещь и если говорить о рене магрите у него работ есть одна особенность и у живописных кстати и у скульптурных особенно следующее он как анекдот какой-то ты когда начинаешь пояснять что сделал рене магрита чарова не теряется но мы же понимаем что здесь произошло этот дровосек которого срубленное дерево похоже победила вот такая вещь и еще прекрасный вариант джаконда которая покинула то место на котором она в котором она пребывала когда-то на работе леонардо да винчи тем более джаконда как предельная реальность всегда была объектом исследования художников более позднего времени очень часто обращаясь обращались к ее образу например тот самый марсель дюшан который а а экспонировал писсуар перерисовал ей усы а мы отправимся с вами дальше пожалуй самым красивым сюрреалистом является сальвадор дали его работы а будь то живописные из или скульптурные и сегодня поражает воображение другое дело что когда произошла отливка этих вещей то сальвадор дали был уже в глубокой зрелости однако а он совершенно точно имел какое-то отношение прямое отношение к этим эскизом а это еще один сюрреалист хуан миро и его скульптура женщина и птица в парке миро рядом с музеем невероятные вещи потрясающее наше воображение которые отсылают нас каким-то иным миром к мирам бессознательного еще один из скульпторов сюрреалистов это генри мур но генри мур пойдет по пути предельного упрощения мы будем иметь дело с вами с тем что называется абстрактная скульптура что это значит вы всматриваетесь в нее однако никаких знакомых образов вы не можете обнаружить генри мур называет эту скульптуру овца и если говорить о генри муре и о том как он помогает нам определить что мы видим с помощью названия то это в общем действительно вполне себе работает или вот эта вещь которая называется арка остался один шаг до того что в скульптуре называется минимализм это предельно простые формы и один материал а вот эта работа генри мура большая лежащая фигура отсылает нас к еще одному направлению скульптуре которая называется инварами когда показалось что абсолютно все в скульптуре дело сделано от предельно сложно устроенных смыслов сюрреалистов до предельного упрощения скульпторов которые называются минималисты посмотрим их работы один материал и одна форма один материал и одна форма говорят что минимализм позволял отдохнуть от огромного количества смыслов и идей которые царили и в обычной жизни и в пространстве изобразительного искусства так вот конце концов становится понятно что похоже и в скульптуре сделано тоже все есть супер реалистическая скульптура есть супер сложно нагруженная смыслами и идеями скульптура есть предельно простая скульптура что делать дальше и тогда появляется очень важная мысль что скульптура может существовать не только сама по себе но и во взаимодействии с окружающей средой с окружением такой образ художественной мысли такая стратегия называется не очень русским словом environment окружение теперь скульптура живет не сама по себе она действует определенным образом на вас только тогда когда она включена в свое окружение это может быть огромное пространство природное тогда это land art либо пространство реальных предметов мы сейчас увидим как выглядит environment когда речь не идет об улице как вы узнаете что это точно environment если вы изымите эту скульптуру из ее окружение мы видим здесь стул и раковину то что-то изменится однако если вы возьмете например какую-нибудь из афродит и будете перемещать ее без разницы куда то ее мощь и сила все равно сохранится окружение здесь является важной частью и важной составляющей существования скульптуры если это окружение оказывается природным то тогда это частный случай environment a land art environment окружение если это окружение природное тогда это land art очень часто спрашивают но почему а например ландшафтный дизайн не является land art а потому что когда речь идет о ландшафтном дизайнере а то он все-таки выполняет задачу которая поставлена ему заказчиком но когда речь идет о land art и художник творит соответственно и сообразно со своей волей land art может быть очень маленький это энди голдсворте он может существовать какие-то секунды это произведение land артиста энди голдсворте будет существовать ровно столько пока не растает этот лед в это время искусству на помощь приходит фотография и становится полноправным участником художественного действия а вот как выглядит маленький land артик в исполнении энди голдсворте вы тоже можете сделать такой land art главное иметь творческую волю какие-то вещи будут очень основательными какие-то сиюминутными когда речь идет об основательных вещах энди голдсворте говорит что он вмешивается в пространство природы максимально щадящим образом он не использует никаких предметов которые бы могли нарушить природное окружение когда речь идет о мало существующих какое-то мгновение вещах он говорит что это позволяет нам задуматься о сиюминутности проходящего времени если поместить произведения лента land art а вырвать из их реальной среды и поместить музей мне кажется если честно что land art что-то теряет бывает простой мало существующий все минутный очень легкий в исполнении land art а бывает невероятный потрясающим воображение land art в исполнении христа я вашего и его супруги они умудрились упаковать специальный текстиль здание рейхстага сначала они упаковывали маленький предмет а потом упаковали целое здание таким образом с помощью а тканей меняется образ очень привычного всем сооружения которые являются доминантой в городе когда-то когда экологический вопрос не стоял так остро а христа и его супруга жан-клод сделали удивительный проект который как мне кажется сейчас невозможный окруженные острова бывают огромный land art который будет существовать ровно до тех пор пока прибой не поглотит эти вещи бывают land art в создании которого участвует огромное огромное количество местных жителей и тогда мы выполняем еще одну важную и мощную задачу задачу интеграции людей здесь художника выступает еще и как организатор каких-то правильно устроенных социальных процессов вот маленький land art а вот большой land art маленького land art довольно таки много и вы можете сами его исполнять если говорить о land art и а в русском искусстве то пожалуй самой могучей фигуры является николай полиски а на территории поселения который называется никола ленивец они организовали огромное количество мероприятий связанных с экспонированием вот таких удивительных скульптур это land art этот объект называется вселенский разум а вот ольга флоренская и и маленькие походные мозаики а мы с вами отправимся дальше это художник ай-вэй-вэй именно на примере творчество ай-вэй-вэя мы сможем с вами посмотреть какие стратегии скульптура используют сегодня потому что по большому счету все задачи уже решены идеальное сделано достоверность достигнута часть а идеи искусство разрушено датаистами что делать куда двигаться и теперь скульптура приобретает совершенно иной образ мы больше не будем говорить скульптура вот когда микеланджело стучит по пьете а по мраморному куску с помощью своих инструментов эта скульптура он очень много делает руками но когда современный скульптор используют какие-то современный художник имеет смысл уже говорить используют какие-то объекты из реального мира то это больше не скульптура это объект более того скульптор художник может действовать следующим образом он может купить какой-то предмет он может попросить чтобы мы передали его в дар и поместить пространство галереи и это будет объектом он может заказать специальной группе исполнителей какую-то очень большую основательную вещь это тоже будет объект когда мы говорим о различии между скульптурой и объектом мы предполагаем степень физического участия некоторое время ай-вэй-вэй находился в заключении но тем не менее он не прекращал свою художественную деятельность потому что за него этой художественной деятельностью занимались его ассистенты он передавал им идеи они исполняли и на время заключения ай-вэй-вэй его художественная выставочная деятельность не прекращалась когда речь идет об одном предмете это объект но когда их несколько и они связаны друг с другом в рамках определенной идеи которая известна художнику это инсталляция мы видим много табуреток которые размещены в соответствии с какой-то определенной идеи художника но когда абсолютно все пространство занимают объекты абсолютно все пространство либо галереи либо одной комнаты которая отведена художнику такие вещи называются тотальная инсталляция и там не будет больше каких-то других предметов каких-то других художников это тотальная инсталляция вот как это выглядит я бы хотела дать рекомендацию связанную с современным искусством не спешите судить объекты современного искусства до тех пор пока не встретитесь с ними лично потому что многие объекты современного искусства рассчитаны на ваше личное восприятие это могут быть какие-то огромные вещи это могут быть какие-то очень маленькие вещи которые помещены в гигантское невероятное музейное или галерейное пространство есть еще один удивительный современный художник дэмиэн херст что он сделал он движется в сторону предельной реальности реальность дэмиэна херста реальней чем реальность раскрашенной античной скульптуры потому что это самая настоящая акула она не была выловлена дэмиэн херстом он не потрошил ее сам и не помещал сам в эту коробку которая заполнена чуть подкрашенным формалином это была его идея поэтому это объект однако если вы возьмете одну акулу разрежете ее на две части и поместите в две разных коробки это больше не объект это инсталляция вот такая вещь а прекрасная возможность увидеть рядом размещенный объект одну акулу и инсталляцию и с двух акул пределы реальности достигнут дэмиэном херстом все что будет происходить в искусстве дальше по большому счету развитие целого ряда идей которые когда-то заложили художники дадаисты включая марселя дюшана и целую группу художников этого направления про да да они сами говорили так что это единственная сберегательная касса которая выдает процессы проценты в вечности это действительно так что мы видим это джефф кунс дело в том что дадаисты придумали выставлять предметы из реальной жизни джефф кунс действует следующим образом он увеличивает до гигантского размера знакомую всем с детства собачку которую обычно делали детям а например в цирке вообще сделать из этой из этого длинного шара какое-нибудь животное кажется мне большим искусством поэтому джефф кунс не делает это сам у него целая группа ассистентов он делает этих животных самого разного размера в самом разном формате интересно что иногда академическое окружение очень академическое окружение делает эти скульптуры особенно впечатляющим до чего чужеродно в лувре выглядит эта вещь но это еще один спецэффект а искусство современности вот прекрасная возможность а продемонстрировать ваш художественный гений большому количеству зрителей можно привлечь в качестве союзника какой-нибудь международную музыкальную звезду кроме всего прочего очень важно понимать что и у современных художников есть определенный почерк вот например джефф кунс делает все блестящее и сияющее если вы не можете позволить себе огромную собаку возможно вы можете купить себе вот такое яйцо из двух частей если вы фанат античности без особых проблем наш герой изобразит свою блестящую сферу а рядом с античной скульптурой если вам не по силам например приобрести скульптуру то вы запросто можете обнаружить эти объекты в пространстве живописных изображений идея о том что скульптура может меняться каким-то образом со временем которая а противоречит прямо идеи античной скульптуры которая должна быть так долго насколько это возможно вот эта идея перемен предельно выражена архитектором по образованию анишем капуром что это за вещи он придумал специальный алый состав похожий на плоть а это что-то вроде особенного рода воска он перемещается с помощью специального механизма скрытого внутри него и меняет форму в зависимости от того а дверного проема например и в зависимости от формы какой-то арки в которую он езжает дальше идя в этой идее аниш капур действует следующим образом он создает скульптуру на ваших глазах конечно слова скульптура здесь пожалуй неуместно да и никто мне не поверит конечно же этот объект который рождается на ваши глаза специальный человек раз в какое-то время берет гигантский цилиндр видите они стоят с краю заряжает в эту пушку и пушка выстреливает в угол собственно говоря это объект это трудно сказать что это даже действие какое-то так и называется выстрел в угол если говорить о двадцатом а тем более двадцать первом веке то границы жанров в искусстве теряются мы одновременно можем видеть с вами действие одновременно можем видеть что художник который владеет вполне себе техникой холст масла может делать какие-то объекты а в другой момент своей жизни он совершает какое-то действие которое называется акция да действительно мы живем в то самое время когда все меняется еще одна работа аниша капура поражает меня до самой глубины души это высокое дерево и глаз это невероятная вещь здесь анишу капуру удается сохранить следующую идею скульптура это нечто неподвижное нечто статичное нечто что обращено вечность но при этом она меняется каким образом сменяются дни ночи времена года вы можете отводить к ней и фотографировать растущих детей мои знакомые так делают и так эта скульптура отражая окружающий мир меняется вместе с ним не изменяя своей форме это удивительная находка аниша капура получила максимальное выражение вот в этой вещи они называются облачные врата но местные жители называют ее просто фасолина люди склонны упрощать вот как выглядит это потрясающая вещь при разных ракурсах это полированная сталь и если говорить об аниши капури мне казалось что пожалуй он достиг предела а изменчивости при сохранении форме однако настоящим окончанием как мне кажется существование скульптуры или объекта является вот эта работа феликса конца леса торреса это конфеты которые рассыпают внутри в виде такой живописной горы а внутри помещения галереи которые принимают выставку феликса гонсалеса торреса феликс гонсалес торрес ныне покойный художник однако кураторы а и хранители наследия феликса конца леса торреса продолжают воспроизводить эту вещь вы можете подойти и взять а с этой выставки одну из этих конфет и это этот объект это дальняя дальняя родственница тех самых первых скульптур о которых мы с вами говорили она отражает изменчивость нашего мира это пожалуй то что позволяет нам подвести итог в разговоре о скульптуре следующих наших лекциях мы отправимся в удивительный мир в мир архитектуры